Всем привет! Меня зовут Женя и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. На этом канале я разговариваю с вами о косметике и все, что с ней связано. В основном люблю парфюмы, тени, поэтому если вы тоже любите тени и парфюмы, то вам сюда. Также у меня есть еще один канал, в общем-то внизу вы найдете ссылочки на все места, где можно меня найти. И сегодня я расскажу вам о 10 парфюмах, о 10 туалетных водичках от Avon, которые я выбрала для ноября месяца. Это будет топ-10 и начну я, конечно же, с аромата, который мне меньше всего понравился. Хотя вот 10 и 9 место у меня в принципе они... ну я точно не знала, кого куда поставить. Поэтому вы просто поймете, что эти парфюмы понравились мне меньше всего. Я в основном взяла сюда все новинки последние и добавила всего три аромата. А все остальное не то, чтобы я считала, что это лучшие ароматы для ноября, а просто мне нужно их как бы потестировать, потому что это последние туалетные воды, которые мне приходили. Итак, на 10 месте аромат Нироли и Ирис. Недавняя такая новинка с очень странным ароматом. Как я уже говорила, мне чем-то напоминает... Да, этот же аромат, да. Этот аромат просто сейчас вот этой нотки я здесь не чувствую, когда он подвыветрился, а изначально она прям чувствовалась. Такое ощущение, что девушка, которая курит, пыталась забрызгать это каким-то другим ароматом. Я не знаю, заживать жвачкой. Потому что здесь что-то цветочное, такое травяное, немножко рисковатое и немножко с какой-то как будто бы табачной ноткой. Ну, это вот прям на любителя, на любителя. Аромат, скорее всего, ну, такое что-то весна-осень. Скорее даже весна. Ну, уж точно не на ноябрь, но я вот взяла все-таки. Нужно же попробовать на себе, походить. Может быть, там где-то на улице аромат раскроется вообще по-другому. Тем более, что в разное время года ароматы вообще раскрываются по-разному. На жаре они звучат так. При ветре на улице они звучат по-другому. Если дождь, слякоть, в общем, сырость вообще еще по-третьему. Ну, а в мороз абсолютно по-другому. На девятом месте тоже последняя новинка от Эйон. Это Lucky Me. Это такой более зимний аромат. Ну, или вот как раз-таки этот аромат вот на ноябрь подойдет. Но на такой уже ноябрь прям холодный-холодный. Потому что это тяжелый аромат. Это аромат, который напоминает Лак Ут. Немножечко Фарвей Белла Сансет. И немножечко, вот забыла какой, Имори, по-моему. Да, вот это нотка из Имори. То есть, если вы любите такое, что-то вот прям тяжеленькое, непонятненькое, то да. Но сейчас, кстати, тоже вот он подвыветрился. И уже аромат более приятный, чем вот изначально, когда ты его наносишь. То есть, может быть, вот как раз-таки на холодную погоду, на улице, он, может быть, будет звучать совсем по-другому. Мне кажется, именно так и будет. На восьмом месте турецкая роза. Ну, это прям роза-роза такая. Если вы любите аромат розы, именно розы такой вот в парфюмах, особенно в парфюмах Эйвен. Потому что в некоторых парфюмах одни те же ноты звучат абсолютно по-разному. Ну, я имею в виду даже не в некоторых парфюмах, а в некоторых компаниях. Вот, допустим, у Эйвен какая-то своя лаванда. Она немножко отличается. Также, мне кажется, что и роза, она немного отличается. То есть, сами розы не так пахнут, как в различных отдушках тоже могут отличаться. Но вот здесь вот типичная такая роза-роза для Эйвен. Такой более весенний аромат. Ну, либо на такую осень не жаркую, не холодную, а вот что-то такое средненькое. На седьмом месте аромат из этой же серии, только это уже жасмин и тубероза. А, кстати, тут я сказала тубероза или турецкая роза. В общем, здесь турецкая роза. Могла просто перепутать. Здесь жасмин и тубероза, и здесь мне аромат напоминает зеленый чай с жасмином. Вот именно так жасмин звучит в чае, в зеленом чае. То есть, вообще жасмин звучит как-то по-другому. А здесь он звучит как-то по-особенному, что ли. Немножко другой жасмин, не тот, к которому я привыкла, но мне нравится. Вот из всех трех ароматов вот в этой серии мне вот этот понравился больше всего. Да, он, как и все три аромата, достаточно такой рисковат. Но, несмотря на свою резкость, я бы сказала, что это больше весенний аромат. На шестом месте, и я в прошлый раз как-то меня где-то заклинило. Бывает такое, эффект первого прочтения, по-моему, называется. Что я сказала, что это шоколад и вишня, а это чокберри. То есть, шоколад и ягода. Но все-таки я могу сказать, что я здесь не чувствую прям шоколада. Да, может быть, ягоду я здесь и чувствую, сладкую ягоду. С чем-то таким вкусненьким, но не сказать, что прям с шоколадом. Это, в общем-то, такой сладко-фруктовый аромат. Вкусненький. Ну, вот он еще подойдет на осень. Но я бы сказала, что это вот такое лето, конец лета, осень. Ну, такая вот не очень холодная. Но аромат приятненький. На пятом месте аромат из этой же серии, только уже Caram Apple, карамель и яблоко. Или яблоко в карамели. Ну, в общем, что-то в этом духе. Это очень приятный аромат. Вот в нем есть такая нотка, которая меня очень цепляет. То есть здесь, в принципе, чувствуется немножко яблоко, немножко чего-то сладкого. Я бы не сказала, что карамель, но... А, я поняла, что за нотка. Эта нотка есть в аромате... Масмарайс Black. В первом, в самом, в черном, который мне напоминает мужской аромат виски. И вот здесь эта нотка немножечко присутствует. Особенно вот когда он подвыветрился, она прям очень чувствуется. А я обожаю эту нотку. Она на меня как-то особенно действует. Ой, прям очень приятный аромат. Он тоже такой непонятно. Какой-то летний, осенний, вот холодное лето, теплая осень. Ну, что-то такое. Прям... Ой, как вкусно! В общем-то, этот аромат мне тоже очень понравился. Что вот этот, в принципе, неплохой, что вот этот. Я просто понимаю, что действительно, чем бюджетнее аромат, тем он проще и больше мне нравится. Нежели когда там понамешают, и в результате какой-то такой резкий-резкий запах. А именно запах, а не аромат. И вот, ну, неприятно. На четвертом месте у меня лак. Самый первый, ну, вот в такой миниатюрке. Это, ну, это осенний аромат. Такой сладкий, сахарный, ванильный. Не знаю, сладкая вата. Ну, в общем, вот именно все так. Все сладкое и вкусное, что может быть. Все в этом аромате. И немножечко я здесь чувствую такой сладкой, свежей клубники. Вот именно в аромате лак лави. Да, лак лави я не чувствую клубнику. А вот в этом аромате я чувствую клубнику. И это вот для тех, кто любит именно сладость. Такую немножко практически приторность. Но вот не фруктовую, не восточную, а именно вот вкусную. Такую ванильную какую. На третьем месте недавняя новинка. Attitude Friends, по-моему. Ричард! Нельзя. Attitude Friends. Это такой зелененький аромат. Нельзя. Зелененький такой аромат. Здесь тоже чувствуется яблочко. Но я очень долго не могла понять, что мне этот аромат напоминает. Вот что-то напоминает, не пойму что. Ни туалетную воду, ни то, чтобы прям яблоко. И потом поняла, что похоже на гель для душа от Avon Senses. Ваниль Морская лагуна. Ну, не прям один в один, но очень похоже. То есть тоже что-то такое свеженькое, приятное. Ну, действительно, схожесть есть. Но здесь вот, там, кстати, по-моему, он с грушей идет. А здесь вот больше как-то яблоко чувствуется. Но общая вот картина очень похожа. На втором месте очень красивый флакон. Мне очень он нравится. Максима или Максима. Я уже точно не помню. Очень приятный аромат. Я даже не могу сказать его. А, кстати, вот этот аромат, я бы сказала, что он на лето. А этот... Ну, какой-то вот он такой бессезонный. Ну, может быть, да, на теплую осень, на прохладную весну, на прохладное лето. То есть на зиму нет, а вот осень, весна, лето очень даже. Он немножко подвыветрился. Он такой какой-то и свеженький, и сладенький немножко, и какая-то парфюмерная нотка. То есть не просто там фрукты или цветы, а что-то такое прям. И мне кажется, жасмин, что ли, здесь присутствует. Ну, такой легкий. Ну, очень приятный аромат и очень интересный. И это вот из разряда, когда не совсем простой, но в то же время не резкий, не тяжелый. И мне очень понравился. Ну, и на первом месте аромат парижский шик. Это аромат, который по своей какой-то общей композиции похож на аромат лак. То есть он сладкий, он приторный немножко. Он мне тоже уже подвыветрился, давно не пользовалась. Он приторный такой. Именно вот сладость такая ванильная. Ну, в общем, что-то вкусненькое. Вкусненькое, съедобненькое. И мне напоминает какой-то аромат из моего детства. Вот прям один в один был аромат в детстве какого-то дезодоранта. И он прям, ну, очень похож. Тоже такой же сладенький, такой же сахарный. Это аромат скорее осенний, так же, как и лак. Ну, очень он мне нравится. Но вот вы заметили, что лак у меня стоит на четвертом месте. А этот на первом. То есть лак, он как-то вот... Здесь есть еще какая-то нотка, которая делает его каким-то интересным. Помимо того, что он сладкий и сахарный, приторный такой. Какая-то, наверное, фруктовая нотка. Немножко такая свежая. Где-то там изюминка есть вот в этом орешке. Которая делает прям его очень таким вкусным и необычным. Очень интересным и очень приятным. Вот я по нему соскучилась. Давно уже не пользовалась. Но очень он мне всегда нравился. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Пишите, какие ароматы вы любите осенью. Свежие, тяжелые, восточные, цветочные, фруктовые. Что вам больше нравится. Что у вас ассоциируется с осенью. Потому что, повторюсь, в этот раз я выбирала ароматы. Не те, к которым у меня потянулась рука. Только три аромата, которыми у меня потянулась рука. Ну, правда, к трем потянулось. Вот к старичкам. И еще бы, наверное, три вот этих бы. Я так и так взяла. Потому что к ним бы у меня тоже потянулась рука. К вот этим новинкам. Потому что они мне очень понравились. И мне хочется ими пользоваться. А вот четыре аромата. Три из вот этой серии. И Лакими. Мне не очень понравились. Но я понимаю о том, что если я их никуда, никому не отдам. То буду ими пользоваться. Ну, или, по крайней мере, вот сейчас чуть попользуюсь. И пойму, смогу ли я ими вообще пользоваться в какое-то время года. Если не смогу, то, наверное, скорее всего, кому-то отдам. Так что я надеюсь, что вам понравилось. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.